Здравствуйте, мои дорогие друзья! Вот смотрю я на всю эту свою красоту, и мне немножко страшно, что в один непрекрасный момент карета превратится в тыкву, всё это по невидимым для меня причинам завянет, засохнет, и, к сожалению, проблемы уже начались. Мне очень хочется быть внимательным, чтобы вот так оно всё цвело, тем более многие растения вот из этих меня просто удивляют, но некоторые уже начали проявлять свою капризность. И это, конечно же, афиландра. С базара я принесла её невероятно мокрую. Вот, казалось бы, не залей, да? Она благополучно просохла дней за пять. Вполне себе замечательно цвела и цветёт. Но, как я выяснила, это растение, которое делает выбор в пользу цветов. По цветам, если вдруг вы забудете полить, вы никогда не определите, что растению дискомфортно, что ему нужен полив. Я пропустила всего лишь один раз, то есть я поливала после того, когда оно просохло, очень осторожно. Я боялась так сильно поливать. И что произошло? Получается, где-то я пересушила, получается, уже надо было бы поливать, а я не полила. И оно мгновенно начало сушить листья. Вот, я часть листьев уже поотрезала, потому что на них появились сухие пятна. Вот эти листья, которые мгновенно, вот чуть-чуть я не полила, они тут же начали сохнуть. То есть растение, которое делает выбор в пользу цветов, то есть цветы у него на первом месте, оно их сохраняет при самых неблагоприятных условиях. А вот листья оно отсушивает. Таким образом оно себя ставит в очень уязвимое положение. Будут листья, будут и цветы. Но получается, чтобы сохранить цветы, чтобы завязать семена, это растение готово погибнуть. Поэтому нужно быть очень аккуратным и пересушку не допускать. Вот это и есть капризы. То есть, когда растение существует в узком диапазоне. Залил плохо, пересушил еще хуже. То ли дело фиалочка. Она делает выбор в пользу листьев. И если вы хоть раз забудете полить, а уже будет это необходимо, она просто начнет сушить цветочки. Цветочки станут некрасивыми, вы это сразу увидите. И, конечно же, польете растения, а на листьях это вообще никак не скажется. Вот эту фиалочку я, к сожалению, так же, как и филандру, забыла полить. Тут же цветочки начали вянуть. Но цветочков много. Я завязший цветочек просто оторвала. И все прекрасно. Жизнь удалась. То же самое с вот этим чудиком. Тоже несколько цветочков. Из-за того, что я не вовремя полила, он засушил. Но после того, когда я их оторвала, эти цветочки, конечно же, полила. Жизнь наладилась. И все у нас опять замечательно. Вот эти цветочки. То есть растения, которые делают выбор в пользу листьев, намного более устойчиво. А если при малейшей пересушке оно сушит листья во имя цветов, то, конечно, такое растение очень уязвимое. Стриптокарпусы, они вообще красавцы. Я не знаю, как им это удается, но переливать я боюсь. Меня предупредили, что главное не залить. А буквально несколько дней просушки, засухи, никак на них не сказываются. И они выпускают новые бутончики. Вот что удивительно. Они-то у меня совершенно недавно. Один цветочек отцветает, а вот бутончик маленький выходит. Это говорит не о моем каком-то там умении. Это говорит о том, что просто совпали условия. Им подходит освещенность. Это восточное окно. Их вполне устраивает то, что растений много, потому что это делает воздух влажным вокруг растений. Вот эту фиалочку я купила всего лишь навсего 2 недели назад. Ну, может быть, немножко больше. Я посмотрю. У меня все ходы записаны в интернете. Можно как бы это все проверить. Тоже в моем любимом магазинчике. Но это удивительный размер. Она так вымахала. Это просто какой-то монстрик. То есть и стрептокарпусы, и фиалки ведут себя просто замечательно. И даже антуриумы маленькие, они как-то вроде бы еще ничего. Чего не скажешь о больших. Чудеса стойкости, конечно же, проявляют орхидеи. Это потрясающее растение. Но вот как не любить фаленопсисы? Камбрия, конечно, тоже умничка. Это просто чудо, солнышко какое. Тут было много бутонов, и она их распустила. А орхидеи при изменении места проживания, жила она в магазине до этого. Вот ее везли. Они имеют обыкновение сбрасывать бутоны от пережитого стресса. Но эта камбрия такая замечательная, что она никаких бутонов не сбрасывала. Афиландрочка, бери пример с камбрии. Вот, и также фаленопсис вот этот великолепный. А вот этот маленький мимичка фаленопсисик даже распустил уже последний бутончик. У него их было четыре, один был закрыт. Вот если орхидея распускает бутоны, значит ей подошли условия. Здесь хотя бы все нормально. Стрептокарпус цветочек за цветочком выпускает. Вот этот огромный отцвел, а вот новый распустился. Этот большой сверху цветет давно. Вот этот поменьше, он только-только распускается. И тоже огромнейший просто. Орхидейки и стрептокарпус. Очень колонхуя радует. Она выпускает и раскрывает все больше и больше цветочков. Ой, просто вот красотища. Причем это не на ярком свете. И вот этот стрептокарпусик выпускает бутончик за бутончиком. Цветочек за цветочком. Вот на вот этих цветах все станет совершенно понятно. Кто долго цветет, кто неприхотливый, а кто заслуженно пользуется репутацией капризули. И если вы будете смотреть мои видео, все, что получается у меня, 100% получится у вас даже лучше. Я ничего особенного не делаю. Я даже иногда забываю про растения. И вы сможете увидеть, какие растения прощают ошибки, а какие не прощают ровным счетом ничего. Поэтому я желаю вам всем здоровья, удачи. И смотрите мои видео. Пусть мои ошибки не повторяются у вас. Всего вам самого хорошего.